всем привет ребят на канале лисая вы знаете я не я схожу детский сад два выходных пройдут мы поедем знаете куда на море вы хотите тоже полететь на море конечно все хотят я маму так уговорила что она даже согласилась ребят конечно подписывайтесь на наш канал нажмите на канал потому что мы уже потеряли подписчиков и мы можем поехать давайте вам огромный привет ну что мы тут собираемся на море вот тут попали в девчачий рай duty free огромный duty free и очень-очень много тестов и еще больше свободного времени давай попробуем точно такой же у тебя есть такого нету надо выбрать кого-то одного так может ждем самолета хотела вам рассказать просто историю страшный сон любого путешественника я вчера решила удостовериться что я все правильно распечатала что я ничего не забыла так как я тур покупала онлайн то есть не через физическое агентство которого офиса нашла у них хорошие отзывы были в прошлом году мы тоже через них летали в этот раз я думаю сейчас подниму все письма которые они мне присылали просмотрю всю почту чтоб точно никакие ваучеры там ничего важного не пропустить захожу к себе на почту вбиваю название турагентства мне выдает все письма которые они мне присылали и вот я захожу в одно из этих писем и там как рассылка на ваши данные о полете я перехожу по этой ссылочке вылет самолета и я понимаю что дата стоит вчерашняя то есть было воскресенье там вылет самолета суббота я понимаю что наш самолет улетела представляете я начну промаргиваться сделаю вид что я ничего не видела все вернется на место такая не помогать я обновлю страницу не помогать я думаю блин наверное напутала это дата еще не произошла открывал календарь а как бы сегодня следующий день ну короче все мои любимые способы как избавиться от реальности не сработали я понимаю что самолет улетел вчера я просто так сажусь берусь за голову а рядом там дети играют серёжа за компом сидел я говорю наш самолет улетел вчера али сам в отпуск с тобой не летим она начинает рыдать серёжа такой поворачивается как начинает меня закидывать вопросами а у меня знаете такой стресс что я даже не могу ответить но просто я сижу и типа я не могу себе найти силы чтобы там выдавить из себя хоть какое-то объяснением такой взялась за голову и все вот пришла минута я молчал и короче за эту минуту я уже практически смирилась потом думаю так вроде бы там есть еще чартерные рейсы если хотя бы там через ну вроде как они были два раза в неделю и теоретические шансы еще докупить билеты улететь через два-три дня хотя бы там на остаток отпуска то есть дня на три чем совсем не лететь в общем я звоню в турагентство говорю вот такая история что делать если вы перепутали дату и не попали на самолет он говорит ждите на линии и пропадать тут я думаю так где тоже видела дату завтрашнюю то есть не вчерашнюю когда вот я теперь смотрю вроде бы она была завтрашняя как она поменялась на вчерашнюю в общем я начну разматывать этот клубок и понимаю что я зашла на предыдущую заявку и оказалось что год назад я летала в тур практически в те же даты с разницей в один день и почему-то старая заявка она не исчезла то есть я нашла ссылку на нее перешла по этой ссылке и попала на прошлогодний перелет на прошлогоднюю путевку представляете с разницей в один день причем там год не написано просто дата типа вылет 23 января и все а новое у меня через год был 24 и то есть физически я никак не могла понять что это старо и с ужасом думала что делают люди которые реально опаздывают на самолеты особенно когда очень затруднительно сразу докупить следующий потому что типа на нас двоих перелет соли со столбы 100 тысяч и мы бы это не факт что попали потому что может быть там вообще раз в неделю рейса но хорошо что это все-таки оказалось глупое наваждение и мы тут у нас тут очень шумные соседи но какая-то женская компашка летит а девчона который еще предварительно выпили вообще такая веселуха я чувствую мы поспим ночью что ребят мы уже на пляже буквально пару часов назад прилетели алиса там таскать какой-то булыжник алис он тяжелый не надо его брать он тяжелый не надо нашла какой-то камень килограмм 15 который весит а поделюсь с вами первыми впечатлениями на самом деле мы до этого два года отдыхали в другом отеле тоже тут в принципе недалеко потому что я в первую очередь выбирала тех до которых не нужно там полтора часа добираться самом деле этот отель он тоже 5 звезд и предыдущий у нас был 5 звезд на честно говоря разница у них раза в три сильно заметно и по номерам эти сильно-сильно попроще и по наполнению то что там ближе будет ах этот бывший лучше него не было никого но вот там были всякие средства у нас локситат бетлимидной кремики души для душа тут прям вообще два бутылька если тебе что-то надо дополнительно надо прям просить заказывать но все такое вообще по минимуму не знаю посмотрим не все понравилось очень в описании то что здесь большой остров а там где мы были там не маленький он и по сути гулять негде то есть ты можешь но минут за двадцать-пятнадцать его вот так по кругу обойти везде дорожки этот прям здоровый и береговая линия тоже вот эта пляжная она длинная то есть метров сто пляж и от номера бунгало тоже надо прогуляться а там выходишь вот три метра и у тебя водичка и еще ладно сейчас длинный список на тебя еще не кончился но я только знаете подачу это как-то проработать и с собой договориться чтобы не расстраиваться думаю так мы только начали я еще не распробовала здесь наверняка есть свои плюсы надо только до них докопаться их найти и еще по поводу концертов я тоже спросила какие развлечения город в полдесятого мне кажется это прям поздновато караоке конкурсы это к блин думаю а там а там там была жива музыка с классными прям голосами пели хиты но я прям заслуживалась реально как на хорошем концерте побывала вот такое впечатление а тут почему так конкурсы и караоке я не знаю надеюсь не попади морковка бутылку ну ладно буду вам по ходу пьесы рассказывать что потом видите какой здесь широкий пляж классно да что много растительности прям даже ощущение что не на острове это большая земля посмотрите сколько здесь обломков кораллов веточки кораллов ну то есть заходить довольно больно на самом деле не знаю почему не очищают как бы наступаешь и они впиваются знаете я помню мы когда в прошлом году познакомились там семьей и они рассказали что уже много на каких островах были он постоянно возвращаться на предыдущий я спрашиваю а что такое он только ну вот даже дорожки думаю что там дорожках может быть а на самом деле ведь могут быть такие бетонные плиты это конечно не так круто смотрится как вот аккуратные дорожки реально там еще были мне на так какие-то стенания по прошлогоднему отпуску реально нет есть я пытаюсь перестроиться просто знаете лучше овраг хорошего ребятам покажу что я собрал такие ракушки вот такие ракушечки но даже растительность на смотрите какие-то кустики хотя опять же но и вообще это пять звезд мне кажется можно было либо газончик высадить либо как-то почаще да не три куста но это кстати кротой и там у нас прямо была ванна вот вокруг которой были высажены вот такие кусты разноцветные ванна и душ на открытом воздухе здесь принципе это тоже есть но я вам покажу какое украшение у нас ребят я уже рассказывала вам как с помощью кредитной карты можно получать дополнительный доход собственные деньги лежат на дебетовой карте с процентом на остаток тратить деньги с кредитки когда приходит следующая зарплата погасите долг по кредитной карте и опять с нее тратить деньги если регулярно пользоваться этим методом то вы получаете прибавку к зарплате сравнимую с доходностью от вклада при этом не отказываясь от покупок а с кредитной карты тинькофф платином вы получаете до 30 процентов кэшбэк бонусами один бонус равен одному рублю их можно тратить на компенсацию покупок расскажу подробнее о фишках карточки кредитный лимит до 700 тысяч рублей 55 дней на погашение долга без начисления процентов быстрое решение о выдаче бесплатно и быстрая доставка карты по всей россии кстати недавно тинькофф вошел в список 13 систем назначимых банков это самый крупный и влиятельная организация финансового сектора нашей страны согласитесь кое-что говорит о надежности самое главное если вы оформите карту по ссылке до 8 февраля ее обслуживание будет бесплатным навсегда мне акции 590 рублей в год ссылку я оставлю под видео так ну собственно сам номер кстати вот ключи нет конечно давай чтоб я тебя видела вот такие кровати и его диванчик собственно туалет принципе аккуратненько но сильно сильно проще и здесь есть еще на открытом воздухе душ и опять же из украшения нос один куст торчит вот закопали ну типа и пленочка знаете горка так рассосалась и пленочка торчит почему-то не убрана не знаю тут можно было мне кажется тоже каким-нибудь растения засадить кстати тут прям здоровые муравьи термиты такие по размерам с ноготь что он так замер как будто готовится к прыжку еще я видела что если один дохнет то его почему-то обязательно труб куда-то прячет не серьезно вот по моему то есть если один какой-то мертвый то другой будет его куда-то складывать постоянно у нас тут такие картины каких-то муравьиных похорон ну и вид из окна покажу вам сколько у нас до моря ну вот видите такой пляж и собственно там начинается красивая вода пошли с алисой погулять практически по ночным мальдивам на самом деле сейчас только пол седьмого но уже довольно темно вот и наткнулись на такое классное место здесь прям озис романтики потому что вот смотрите но я что делаю на месте рассыпаны лепестки цветов стол стоит на это такой видимо ужин при неоновых огнях и нарушаем романтическую обстановку пошли дальше нам сказали что каждый день полдесятого развлекательная программа к нам приземлился летающий таракан мы хотим зайти домой и он огромный на самом деле блин эти листья не в тему уголе не знал что-то посмотрите он реально сантиметров боюсь соврать ну 6 точно и у сами так противно шевелит сверху еще ящерица может она вас есть алиса так и кого не боится алиса давай ты откроешь дверь мы забежим а как мы зайдем домой не приполз на кого мы позвоним на полосок если ты представляешь помогите спасите у нас таракан так мы нашли сотрудника вот вижу с вопрос как рот но выглядит ужасно ваш как рот наверное какой-то веник мне кажется уже боится на самом деле у нас полный дом муравьев вот таких вот и не постоянно все заползают в комнату на я принципе к муравьям нормально отношусь алиса их ужасно боится я еще не разрешаю давить и мы забили специальным полотенце которому на их выгоняет он не надо нет вы что не надо его давить прям не надо чтобы он только не но 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 просто жест и в жест выгоните thank you very much вот убежал почти как святая вода ребят как происходит у нас обычно выгонка муравьев берем полотенце и вот они видите бегут и там уже выгнали тут процентов восемьдесят они вообще подлезают под дверь что и потому что все либо отсюда непонятно ну все если у вас рядом панически настроенный ребенок огромный ну да есть вот такой вот даже и они еще обмучают каких-то жуков посмотрите нападают просто толпой на несчастного жука разошлись и все таскать его на кусочки смотри есть там еще такой хоккей хачкей по мальдивски так ребят сейчас уже был 2 ночи это пытаюсь уснуть но смысл в том что очень жарко без кондиционера спать если же его включать во первых он расположен и другого как бы нет прям над кроватью я даже поднимаю шторки наверх но все равно дует вот сюда в сторону головы во вторых он ужасно тарахтит послушать опять же в прошлом году была климат-контроль система которая работала практически бесшумно то есть просто звук потока воздуха и все легкое шипящее такое что-то свистящее очень приятно как ветерок этот же гремит как старый холодильник я на каждом шагу ощущая эти 5 будьте ржать тут постоянная история какая-то у нас случается с нарушением личных границ на самом деле здесь все лежаки они подписаны по номеру бунгало ну чтоб не было каких-то драк и вчера за нашим лежаком но на нашем джеке пока мы купались хотя мы там оставили полотенца пришла вот женщина с ребенка вот они 120 наши они стояли у моря сегодня них вообще прикиньте подвинули положили свои вещи и вообще все просто фиге да второе вообще куда толкнула они в чем все не отказывают блин сейчас я скажу что это наши и пускай они его на место оттащат hello hello it's our would you please bring it to our place it's our one two zero it's our number yeah 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 one one and two one two they have number one 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 to zero this is number of our bunga number one to zero it is our could you please bring to our place thank you very much сейчас принесут так ребят мне тут пришлось купить мальдивскую шляпу потому что моя она очень плотно и она не сидит на голове нормально я не могу в ней плавать а я всегда когда ну потому что мы довольно долго спим и когда идем на море уже солнце высоко и в общем я в очках всегда плаваю в шляпе я деда только вечером там часов после пяти мы в купальниках уже нормально можем купаться хотя еще я при этом мажусь и спать 50 ну в общем это небольшое оправдание тут где-то должны быть ужасные цветы и лента но они не одираются поэтому если что я это не добровольно выбрала просто я вот сколько наблюдаю любители солнца к сожалению очень-очень подвержены пигментным пятнышкам никуда не деться от этого поэтому я жертву загаром нормальным внешним видом во время купания и в общем выгляжу как бабка которая все время мерзнет ну да ладно в общем хотела бы рассказать чем все это закончилось видите вот это наш номер мы сейчас пришли алисе за панама и забыли взять дараган которого вчера прогнали он у нас тут ждал серьезно уже сколько-то три дня и до этого его не было когда мы пришли он валялся на спине в у нас в нашем поддоне не мог перевернуться и мы его в общем но я ему дала полотенцем залез я его выкинула туда в сад и мы больше в этот вечер закрылись там все сели закрыли полотенцем и больше туда не собирались потому что поняли что все если таракан решил у тебя поселиться то как бы либо ты либо он и 8 моемся теперь в обычной ванной не на улице вот так что вам хотела рассказать про женщину дать и что я быстро в попухах уже размолвалась вся потому что вчера меня честно говоря это уже как-то подгрызала что наши вещи лежат но здесь так просто не принято это типа лежа которые вы которым ты пользуешься пока живешь в этом бунгало и поэтому он пронумеровать чтобы не было ну сразу же и друг у друга не тырили лежаки что типа этому и там вообще там ничего не видно что-то записывается солнце такое из-за того что просто сидел на нашем лежаке ну вот у нее дочка она сидела в симфонии ковырялась играла а мама напротив воде полтухался думаю ну ладно жалко мне что ли пускай купаться хотя что-то меня все-таки в этой истории смешало а именно то что ну не знаю спросили разрешение то что все-таки там вещи были и это не так что пока мы в море они да то есть мы потом вернулись они вообще ну как бы нас внимание не обращали типа ничего страшного вы нам не мешаете и сейчас я подошел в общем в целом после дебатов она пыталась сказать что нет это не ваш лежак хотя поставили себе 3 они при этом вдвоем очевидно что такого не могло быть и потом когда я сказала номер показала ей номер он соответствует номер нашего домика а так а ну да да и не переносит но ты идти в воду это рассказывает замечательную преследовательную историю вот и короче она его не приносит понимаете я такой опять мы вот здесь на уходит вокруг опять 0 эмоций я по повторяю она потом говорит ну типа помогите пожалуйста и мы вдвоем его тащили хотя очевидно что то данного как-то смогла отнести ну вообщем ладно все заканчиваю репортаж вот такие тут пирожки ребята мы все нашли место для кормят такого ой девушечки посмотрите ну они вроде людей не едят по моему это классно и осознавать что ты плаваешь в 100 метрах от них по сути можно для ночи формат какими-то кишками ах какая-то гадость кажется кажется это да рыба с внутренностями в общем здесь такое потрясающе на самом деле место очень красиво давай с этой стороны я покажу тут расположены водные бунгала и вот такие вот глобальные волнорезы как тут вот знаете такой классный шум волн которые разбиваются камни потрясающе потому что там этого не слышите там абсолютный стиль шум еще отголоски нерафинированной природы я прям здесь балдею тоже очень много рыб видите явно что их прикармливают регулярно вот видите классно волны разбиваются тут можно прям покушать рядом с почти штормовыми волнами так ну что покажу вам что мы ужинаем первый раз взяли суп часто то что у них называется супом по сути это бульон алиса вообще невозможно подобрать что-то чтобы она ела ей все не очень она такая ела бы один батон какой-нибудь вон вареный рис в общем все максимально без соуса обычно никаких тебе специй и изыска здесь вот такой ядрон батонисто с подливами в общем я кладу всего по чуть-чуть я себе пытаюсь как-то контролировать аппетит кладу много зелени до этого в основном бэйби шпинат тоже такая благоразная как на восьмерых а ела я одна на самом деле он сжимается там получается объем большой а вес не очень и рыбу вот на этот раз взяла кусочек такой рыбы и еще булок это такой шашлык тоже из морепродуктов ой 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 да хрен с ней так ребят идем мы на море и как я вижу опять наши лежаки по-моему заняли растащили их тоже набросали кучу вещей в общем я решила написать девушке сотрудницы которая нас принимала оформляла документы она русскоговорящая мы с ней переписывались в ватсапе что делать если соседи постоянно занимают наши лежаки и более того я даже только один вижу то есть второй куда-то оттащили причем ну там как бы семья большая вот и честно говоря только дядька метра четыре с половиной то есть в принципе не хочется вступать в какой-то открытый конфликт может быть предусмотрено по идее что допустим сотрудник когда приходит и объясняет да что они не просто так пронумерованы и типа если вы чего-то занимаете им негде лечь вот мы посмотрим что ответит а то будет классный дополнительный стрик на саму отдыху в общем да 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 такие все и разлеглись типа мы вас поняли продолжаем лежать загорать продолжение банкета мы сидим просто на решетках там никто так и не ушел причем они принесли еще один лежак видимо уже свой оставили его и заняли все три то есть вещи у них везде а смысл в том что по умолчанию все лежаки они возле бунгало расположены когда приезжаете и видимо они себе его там оставили чтоб лежать еще просто там загорать возле номера а на пляже предпочитают вот так всю жизнь занимать и все и знаете видимо лучший способ решение вопросов это тогда да и сливаться но как они делают они по сути же не конфликтуют они не отрицают что они на чужих лежаках просто кивают пожимают плечиками и все продолжают там размещаться кстати интересно что они не занимают где семьи с мужчинами например есть ну то есть есть вариант какого-нибудь некрасивого развития ситуации но конфликта такого знаете более жесткого они их не занимают а видя что мы вдвоем отдыхаем ну и по сути что я там могу сделать да кстати еще нюанс то что одна из барышень которая это занимает это так которую я просила вчера освободить наш лежак и она типа видимо с друзьями смелее и вот они тут 45 человек теперь заново заняли и она тоже на нем лежала и мне что-то вспоминается пойдем лися за звание дома образцового содержания боже мой ну и домик у нас то обворовывают то обзывают а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта это же кошмар кошмар ну что мы с Алисой отправляемся на обед и мне ответила девушка в ватсапе правда через полтора часа как бы когда уже вопрос был неактуальный ну да ладно в общем она мне спросила из какого номера гости занимают наши лежаки я же за ними не слежу типа я откуда знам мы встречаемся на пляже у меня в принципе такой информации нет то есть я могу предположить что они прям наши соседи но это вообще не факт сейчас я думаю что подойду на ресепшен и попробую выяснить что делать все таки hello what could we do if our neighbors occupy our sunbed every day in the evening in the morning big problem and the room number 1 to 0 your stay in 1 to 0 yes 1 to 0 so your neighbor is 1 to 1 I don't know I don't know at the moment they are in there at the moment I think no when the next time it will be happening from your room you can dial 3 0 0 ok 1 of our supervisor will attend the 3 3 0 0 this reception yeah in the housekeeping 1 of our housekeeping guide so 1 of our supervisor will be attend ok 3 0 0 ok thank you very much из плюсов здесь все обожают детей и хотя мороженое включено только ужином то есть выносят лоточки там шоколадная еще одна ванильная или клубничная есть и можно кушать сколько захочешь а в обед нет но Алисе постоянно цветы носят и халявное мороженое то есть всего как бы не предусмотрено но почему-то откуда-то из-за граммов ее угощают и носят разные бонусы вот так приятно здесь еще какой-то особый вид ворон они выглядят как нормальный но на самом деле когда они орут каркают да ощущение что их просто заживо четвертую то есть я вообще никогда не слышала такого адского вопля вот наверное если какие-то птицы живут в аду то эти чисто для энтуража кстати после того как я прошла на ресепшен мне еще девушка ответила которая на ватсапе тоже сотрудница я тут прошлась посмотреть что же с лежаками и увидела что в итоге наши лежаки стоят правда в стороне то есть они стояли у нас возле моря эти свои вместо наших поставили на то же место и наши вот отдельно стоят подальше но думаю ладно уже блин ну просто тоже знаете такая фигня то есть мы их притащили выбрали себе место там было свободно и они фактически теперь на наше место поставили свои но как бы уже все равно лучше чем они бы тут заняли все четыре штуки ведь вот эти 120 вот они в сторонку от тараканили и вот это собственно их лежак который здесь вместо нашего теперь уже стоит самое знаете неприятное что я постоянно когда их вижу вот чувствую что мне вот это поднимается к этой обидам так неприятно хотя в общем то фигня вопрос да и вот тут еще важно не давать этой истории испортить отдых именно поэтому половина влога будет посвящена но это просто то с чем ты сталкиваешься получается постоянно потому что мы сюда когда эти по ради моря приехали и вот это когда ты плаваешь и твое место занятое ты знаете постоянно напоминание что ты лох какой-то ну типа у тебя что-то отжали ты ничего не можешь сделать хотя абсолютно прав и вроде как это но приличное место где все там ну должны по идее соблюдать границы друг друга да не нарушать их и вот каждый раз я плаву по этому морю крышусь на них и постоянно чувствую что у меня что-то забрали прям сейчас пользуются ну вот как то может это не они орут как бешено эти вроде нормальные вороны ну что ребят наступил новый день репортажик с мальдив идем мы опять на пляж у меня уже такое неприятное предчувствие если честно потому что я опять вижу лежаки раскурочены наши опять там кто-то плат в общем вон они наши 120 опять там семья странная в общем пойдем зайка позвоним на ресепшн скажем причем представляете вот это рядом их домик они свои лежаки притащили сюда то есть им блин нужнее да а на наших там отдыхать вообще у меня просто слов нету что за наглость мы вернулись я позвонила на ресепшн и оказалось что парень который у нас убирал он видимо ну они тут многофункциональные сотрудники и он сказал что он разберется хотя позвонила на ресепшн сейчас посмотрим прикольно просто молча перетаскивать жалко что нет отца семейства но потому что они все в воде купаются он просто их вещи отложил на пальмы все давайте немножко покажу вам территорию пока мы с алисой прогуляемся в общем самая красивая часть возле ресепшн здесь именно обведен латшапный дизайн много орхидеи прям в кокосовом орехе что ли выращиваются тонкая проволока и фиксируется выглядит прикольно прям знаете очень натурально как будто они там прям сами растут пальмы тоже несколько видов цветы есть жалко что там где дорожки расходятся уже к бунгало почему-то просто зелень и все даже травки нету то есть газон поливают только тоже здесь но вот эта часть она прям красивее и здесь часть с водными бунгало а на предыдущем острове кстати не было только пляжное интересно что туда дальше глубина воды не увеличивается то есть в целом здесь вот так вот мелкая есть ну вот для сравнения как выглядит территория возле бунгало когда вы идете мы тут пытаемся босиком пробраться просто травка такая что выросла здесь все тоже не убирают ну как бы да конечно самое главное что здесь есть это море а еще я в первый раз увидела хамелеона по моему посмотрите на лигуана да в общем он разноцветный обычно здесь такие маленькие бесцветные ящерки а этот товарищ он что-то он косится на меня все чисто как мастер на трэш обзоре ой черные лапки какой красавчик ты красавчик ты не кусаешься я надеюсь а все тут интересная такая процедура проводится и я честно говоря думала до этого что этот звук от газоной косилки из какой-то аппарата выкуривают вот этот вот белый дым он прям воняет бензином ну то есть какой-то нефтепродуктный аромат либо растения куривают таким образом им по моему как раз в районе кустов работа мы тут собрались ужинать и представляете здесь сегодня такое развлечение запускать рачковку кто быстрее добежит до финиша и нужно делать а это же опасно они же водные на воде на воде и на пляже на воде и на пляже но они нужны в воде нет не надо не надо они на пляже можно на воде нужно но на пляже нет в воде на воде и на воде тоже нет в воде песок не мокрый они у вас живут? они живут? в вашем доме? да в что время? все время все время вы принимаете сегодня? после завершения мы вернемся на пляже 24 часа на пляже все время а кто не подписан? ну а давай серёж тебе кушать и обратно в 21-30 в общем такого рассосения типа устраивать бегай с рачков влажность нужна 100% ну что мы выселяемся здесь принесли такую штуку потрясать и я нашла представляете сначала собралась подписывать потом смотрю почти 400 долларов мы насчитали за экскурсию на которой мы не были это снорфинг ну типа дайвинг вот а мы соответственно на неё не записывались и не выезжали очень странно я говорю мы не ездили на экскурсию ни разу он такой вы ни разу не ездили вот я позвонила мне сказали вы ездили я говорю нет мы ни разу не ездили он сказал я сейчас пойду проверю ваши подписи вообще очень странная ситуация но типа он кому-то позвонил и там подтвердили что мы ездили ты шипишь нам перепутали счет this is not your business this is not your husband's name this is your name perfect I ask you right да нам выдали счет на 700 или сколько там было долларов и это оказался не наш а вот наш вот совсем другие цифры замечательно так ну что ребята у нас сегодня последний день нахождения на Мальдивках завтра мы летим домой я хотела подытожить потому что поняла что влог у меня знаете получился плаксиво агрессиво на самом деле несмотря на то что объективно вроде как по многим параметрам два предыдущего года мне понравились больше но только в этот отпуск я смогла так слиться с моментом как у меня вообще и близко не получалось в прошлом и позапрошлом годах я до конца вообще не понимаю как это работает потому что мне казалось что вроде как у меня столько претензий как бы к происходящему такое количество моментов здесь абсолютного кайфа было что я вам даже не передам знаете я поймала себя на мысли что мне постоянно что-то мешало и вот эта идеальность вроде которая лишает тебя видимых проблем ну когда все ты в принципе прошелся пляж дошел поел и ничего не надо делать ни с кем ругаться и ты начинаешь копаться в каких-то моментах о чем бы попечалиться и вот я поняла что в предыдущих отпуск у меня была такая история что я вместо того чтобы типа радоваться тому что у меня 9 из 10 того чего бы я хотелось получилось я сижу мы солю в голове один какой-то момент который вот еще не достает или вот который бы мне хотелось докрутить и вот и все я на нем циклюсь и начинаю мы солить так что остальные 9 нюансов они тоже как бы немного портятся вот а здесь я поняла что у меня получилось это на самом деле самое важное для получения удовольствия отпустить что-то что меня до конца не устраивает потому что я поняла что в жизни всегда будет момент из-за которого вы можете грустить всегда не бывает ничего идеального ну либо это такие краткие секунды абсолютной гармонии которые тут же проходят в остальное все время вы можете бесконечно всю свою жизнь просто постоянно мусолить какой-то не идеальный в чем-то результат и соответственно выбирать погрустить об этом вместо того чтобы порадоваться тому что есть и вот тут наконец-то до меня снизошло что блин это мой сознательный выбор либо я мусолю грустяшку либо я радуюсь тому что получается и всегда в жизни присутствуют оба этих момента только ты решаешь залипаешься на первом или на втором и как ни странно предыдущие два года у меня все время случался первый вариант залипнуть и мусолить думая как я могу исправить вот это вот а смысл в том что это тип твоего мышления если ты как бы изменишь даже эту проблему тут же выскочит вторая потому что идеально в этой жизни не бывает ничего и все можно просто сделать выбор постоянно быть несчастным или постоянно быть немножечко недостаточно счастливым не настолько счастливым насколько бы ты мог вот и тут я просто приняла что всегда в жизни присутствует какая-то жопа которая тебе не нравится но она не должна тебе мешать наслаждаться тем что у тебя есть и все и поэтому в момент когда я чувствую а вот он приближается какой-то кайф я такая пошла все к черту отвалилась и такая на 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 да там да еще есть над чем поработать да мне не все нравится да не так как хотелось бы ну и что зато вон сколько всего классного и блин у меня получилось по моему первое раз это 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 Субтитры подогнал «Симон»